Ну что ж, в эфире «Парадокс» с Игорем Виттельным. Это Игорь Виттель. Телефон нашей студии 6510996, код города 495 или на сайте finam.fm на странице программы «Парадокс». Вы всегда можете задать ваши вопросы. В гостях у меня Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор МГУ, главный редактор журнала «Альтернативы». И мы с Александром обсуждаем сегодня тему, которую мы условно договорились называть как «Существует ли крах либерального мышления и либеральной экономики в современном мире?». Но я думаю, что мы еще по ходу пьесы, а точнее передачи с Александром, наверное, обсудим некоторые вопросы, касающиеся последних политических и экономических событий в мире и в стране. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну, начнем все-таки с той темы, которую мы заявили. Можно ли в свете вообще последних событий в мире, в стране и так далее говорить о неком крахе либерального мышления и либерального экономического мышления? Знаете, я сделаю маленькую подводку. Давайте. Тезис номер один. В такую жару подводку, конечно, лучше не надо. Скорее бы тут под другие, более... Ну, хорошо, под минералку. Под минералку, да. Итак, под минералка. Под минералка номер один с газом. Есть такой негосударственный вуз финансово-юридической академии. Вот этот вуз поддерживает институт социоэкономики. На мой взгляд, это любопытно, когда негосударственные вузы начинают поддерживать исследовательские программы, идущие вразрез с финансами и с юридическими прагматическими вещами, но не идущие вразрез с интересами страны, по большому счету. Подводка номер два. Опять-таки, под минералка какая-то уже просто булькающая и очень вкусная. Московский экономический форум, который прошел два месяца назад и собрал очень известных западных авторитетов, даже звезд типа Валернстайна, наших очень известных академиков, прагматиков из аграрного, индустриального и прочего бизнеса, и все говорили о том, что либеральная модель в России не работает. Полторы тысячи человек, два дня, Московский государственный университет. По итогам этого форума мы с вами здесь встречались и обсуждали. Да, совершенно верно. И последнее, то, что сейчас вот буквально на днях начинается левый форум в США, опять по две тысячи человек, интеллектуалов, которые говорят о том, что ребята, так дальше нельзя. Вот просто контекст событий последних, да? Ну, вы знаете, на это господин Дракон велел сказать, как было сказано у Шварца, и мы хоть с вами по одну сторону баррикад, но тем не менее, я надеюсь, но тем не менее, в мире ежедневно проводится громадное количество форумов, утверждающие, что наоборот, либеральная модель жива, и только она и может вывести, и все слухи о смерти капитализма преувеличены. Вы знаете, Игорь, я вас чуть-чуть только перебью, потому что вы абсолютно правы, за исключением одного пустяка. Раньше такого масштаба форумы, идущие постоянно и так ориентированные, были просто невозможны в нашей с вами стране. В мире они еще были возможны, они проходили, хотя с гораздо меньшим энтузиазмом, а сейчас последние пять лет они идут по нарастающим. И когда Пол Кругман в New York Times пишет о том, что надо не только делиться, но и понимать, что общественное образование побеждает частное, когда колумнистами в New York Times становятся люди типа Пола Кругмана, а не какие-то другие люди, а это Нобелевский лауреат, я напомню радиослушателям, которые на самом деле очень много говорят о необходимости общественного регулирования экономики и социальных приоритетов. Я с вами согласен, после кризиса 2008-2009 такие действительно мысли стали появляться, и книжка «Почему Маркс был прав» тоже появляется на прилавках, и люди как бы с интересом стали перечитывать капитал. Это все действительно существует, но это не значит, что либеральная модель мертва, это значит, что люди стали сомневаться. Вот я на самом деле именно это и хотел сказать. Мы с вами в данном случае бьем в одну точку. Я не стал бы утверждать, что либеральная идея находится в состоянии коллапса, и она ушла в прошлое. Это не так. Я, наверное, был бы рад, если бы это было так, но это не так. Она есть, она жива, и она продолжает очень сильно влиять и на экономику России, и на экономику многих стран мира. Более того, реальные решения стран НАТО, я вот так их обозначу, и целого ряда стран третьего мира находятся под серьезным влиянием неолиберальных идей, а в России, на самом деле, экономический блок правительства, особенно финансовая составляющая, постоянно находится под воздействием именно этой группы экономистов и этого типа мышления. От этого пока еще мир не ушел. Но все больше и больше людей все чаще говорит о том, что от этого надо уйти. Вот эта тенденция мне, на самом деле, кажется очень важной. И, кроме того, есть содержательные соображения, которые показывают, что эта модель, на самом деле, требует отставки. Ее пора отправлять в отставку. Эта система мышления, на самом деле, завела в очень много негативных процессов, породила очень много негативных процессов в современном мире, и тупик, на самом деле, налицо. Но ее при этом никто не собирается отправлять в отставку. Давайте уж посмотреть правде в глаза. По крайней мере, в России, несмотря на то, сколько мы с вами не говорили о том, что эта модель, может быть, в России сейчас не работает, и России срочно нужна другая экономическая модель, посмотрите. Все, что происходит в... Давайте употребим в данном случае, не знаю, сколько его уместно употреблять, слово тусовка. И вот тусовка, перетасовка экономистов в правительстве, в Центральном банке и так далее, она остается... Остается одна и та же. Потому что перетусовывают одну карту колод. Вы очень удачно использовали термин перетусовка, это именно перетусовка, да? Это перетасовка, да. Перетасовка тусовки. Перетасовка тусовки, да. Одной и той же тусовки, одних и тех же идей. Да, это игра слов очень правильно. И в данном случае мы можем сколько угодно говорить об этой необходимости, но это не происходит в России, да. Только издалека нам как бы... Я хоть на дух не вношу Шендеровича, но он в свое время, вы помните, у него была такая... Мужик, тебе моя рожа нравится? Нет. Говорит, а вот того, господи. Говорит, ну давай тогда по-хорошему. Поэтому с опубликой поступают так. Издалека показывают Глазьева, в Центробанке наступает паник и говорят, о, ну давай по-хорошему, вот вам Набиулина. Набиулина, Улюкаев и те же Южил Саспетс. Да, понимаете, я все-таки профессор, поэтому позволь себе маленькую профессорскую ремарку. Вот то, что феодальная система, основанная на абсолютной монархии, основанная на обнищании крестьянства, зашла в тупик в 17-м, в начале 18-го века, говорили очень много. Но, к сожалению, она была сменена рыночной, капиталистической, экономической системой, политической демократии в Нидерландах, потом чуть позже с кровью и потом и болью в Великобритании, еще позже в США, а во Франции пришлось ждать очень долго до революции, которая тоже не была отнюдь мирной, белой и пушистой. Вот там, где вовремя понимают, что старая система зашла в тупик, начинается быстрое и эффективное развитие. Там, где это не понимают, страна застревает надолго и платит за это очень дорого. И экономически, и политически, и кровью своих людей, и потом тех, кто работает, но очень плохо ест и так далее. — Да, но только тут мы должны еще, извините, я вас перебью, прийти к пониманию того, а руководству страны ему все равно или не все равно? — Руководству страны, я опять-таки использую старую параллель какому-нибудь Людовику 14-му или 15-му, до тех пор, пока ему не собираются отсечь голову, на самом деле даже хорошо в этой тупиковой модели, потому что в ней он живет припеваючи, а если эту модель сменить, он будет жить хуже. В этом смысле руководство все делает правильно, но со своей точки зрения. То есть, понимаете, когда есть сращенность крупного сырьевого капитала, возьмемте уже нашу современную Россию, с бюрократической государственной машиной, то эта машина и это руководство капитала сегодня в России все делает правильно для того, чтобы сохранять свое господство и получать максимальный доход. Вот с их точки зрения, с точки зрения их интереса, они ни в чем не ошибаются. Они подбирают правильных экономистов, они подбирают правильных пропагандистов. Вот одну секундочку, вот тут я бы хотел вмешаться, насчет подбирают правильных экономистов. Мы на днях с вами видели, ну я бы не назвал это бегством из страны, это некое желание и заявление о намерении не возвращаться в ближайшее время в страну, видного экономиста Сергея Маратовича Гуриева, уж человека, интегрированного с властью достаточно серьезно. Речь о Медведеву писал, консультировал, член совета директоров госкомпании, где и председатель совета директоров. Вы понимаете, к сожалению, по-моему, происходит то, что происходило, скажем, ну точнее, что происходит и происходило в любой авторитарной или полуавторитарной системе. Когда революция предает своих детей? Нет, нет, просто царь периодически наказывает того или другого боярина, чтобы они знали свое место. Вот как только какой-нибудь боярин, даже очень законопослушный, делающий все то, что и хочет царь, начинает немножко проявлять свою собственную инициативу, и говорить, что у меня тут мозгов чуть ли не больше, чем у самого царя-батюшки, да еще и к тому же ориентироваться не на своего царя, а еще наполовину на царя, который сидит в другой стране, с которой не самые лучшие отношения у царя-батюшки, вот этого боярина они убирают. Не потому, что у него идеология другая, не потому, что он советовал не то, а просто потому, что он лично в данный момент оказывается не нужен, вреден или не то сказал. То есть не его экономические взгляды? Совершенно верно. Понимаете, к сожалению, те идеи, которые защищал и пропагандировал, именно пропагандировал Гуриев, а мне довело с ним напрямую спорить в Московском государственном университете, мы об экономическом империализме два часа спорили. В МГУ, кстати, очень интересный есть видеоматериал на сайте Альтернативы, вот на сайте Российской экономической школы они почему-то не вывесили дебаты, вывесили только презентацию Гуриева. Ну, такие вот демократы замечательные. Ну, так вот, мне доводилось немного спорить, и заочно, и очно, поэтому я могу говорить о его идеях. Эти идеи, на самом деле, очень широко сегодня пропагандируются другими экономистами, и это уже не либерального толка. И никакого гонения на в целом эту школу нет. Есть гонения на некоторые политические проявления тех, кто в экономике стоит на позициях максимально рыночного хозяйства. Вот эти люди считают, что им надо еще больше власти. Они не хотят, чтобы власть была все-таки в значительной степени в руках государственной бюрократии, и в значительной степени в руках крупных структур. Но поэтому после выпуска новостей буквально через минуту. На самом интересном месте. Ну что, возвращаемся в студию. Это Игорь Виттер в программе «Парадокс» с Игорем Виттером. В гостях у меня Александр Бузгалин. Александр, напомним радиослушателям 6510996 код города 495 или на странице финам.фм. Можете писать и задавать вопросы. Александр, вопрос-то, а почему тупик, ежели мы будем следовать тем же путем? На самом деле тупик, потому что мировая траектория показывает очень много таких очень важных красных светофоров. И я их очень коротко хочу перечислить. Светофор номер один, на который мы очень мало обращаем внимания. Люди последние десятилетия, даже если они хорошо зарабатывают, живут по старому принципу, над которым плакал и смеялся Жан-Поль Сартер. Дом, вагон, метро, работа или машина с пробкой, работа, дом и погоня за симулякром. Погоня за возможностью сходить в престижный клуб, погоня за возможностью купить престижный костюм, погоня за возможностью купить престижный автомобиль. Зачем? Не очень понятно. То есть смысл жизни вертится вокруг того, чтобы долго, очень сильно и тяжело работать, для того, чтобы заработать на симулякр. Всё. Вот этих симулякров сегодня, понарошечных вещей, то есть очень дорогой костюм, который сострочили в Китае, который на самом деле стоит 50 долларов. Очень дорогой бифштекс, который сделан из барашка, которого пас пастух какой-нибудь Гудвин на холме Гринхилл в Австралии, за который вы платите 50, а то есть 100 долларов, а вам дают обычный кусок мяса, и вы его с трудом можете отличить от любого другого. Ну, неправда. Ну, хорошо, вы можете. Я рад за вас. Ну, я с вами согласен полностью, что это симулякор. Да. Ну, и таких симулякров огромное количество. Понимаете, я знаю людей, которые идут в фитнес-клуб, платят за это безумные деньги просто потому, что это престижно, а не потому, что они хотят заниматься здоровьем, здоровьем проще заниматься во дворе своего дома. Там придумывается строжный тренажер, который имитирует палку, на которой можно подтянуться. Вы знаете, я тут с вами буквально вмешаюсь с одной ремаркой, потому что я бываю в Дагестане, как раз вижу молодежь, которой вот реально такого больше нет нигде. Вот приезжаешь в Махачкалу, и у каждой калитки молодежь занимается, заняться больше нечем, пойти некуда, никакой себе о фитнес-центре речь не идет, работы нету, ничего нету. Поэтому они стоят и качаются. А вот это тупик номер два. Это тупик номер два. Понимаете, это деление общества вот на две парадоксальных группы. Одни изо всех сил занимаются финансовыми спекуляциями или созданием симулякров для того, чтобы потреблять симулякры. Другие оказываются выкинутыми на улицу и находятся вот в этом положении. На самом деле это касается не только Дагестана, это касается многих... Там это нагляднее. Да, депрессионных районов нашей с вами страны. Это касается многих государств Латинской Америки, Азии. Мне тоже доводилось это видеть. И огромное количество здоровых мужиков, которые даже качаться им негде, потому что в Латинской Америке часто качаться даже негде. Объехав почти весь мир, я все-таки нигде не видел такого, чтобы действительно молодежь сознательно стояла и качалась. Ну, в Бразилии там они все-таки в мячик в основном гонят. Ну, там в мячик гонят. Там весело, солнечно и заводно. А вот это вот производит... Тяжелое впечатление. Да, я с вами абсолютно согласен. И вот это второй тупик, когда огромное количество людей чувствует, что они выкинуты и никому не нужны. И они могли бы быть востребованы, но они никому не нужны. Третий момент, на самом деле третий тупик, это то, что мы сегодня созданные для человечества блага превращаем в товары и закрываем доступ к ним большого количества жителей Земли. Вот эта умная фраза может быть переведена на очень простой пример. Ну, это абсолютно понятно. То, что должно быть бесплатным, на самом деле перестало быть бесплатным, а более того, в основном, теперь уже даже скорее элитным товаром. Да, понимаете, огромное количество, скажем, медикаментов, которые в производстве стоят копейки, даже если издержки на неокр распределить на каждую таблетку, то все равно эта таблетка какого-нибудь замечательного лекарства, которые сейчас появились, будет стоить копейки. Но интеллектуальная рента, которая создает миллиардные состояния корпораций, она дает огромную цену этих лекарств. То же самое касается медицинских технологий, операций, образования, культуры. Вот, кстати, мир симулякров и культура – это тоже огромная штука. Ведь сейчас возникла политэкономия звезд уже, когда это еще один тупик, культурный тупик. Когда мы, ну не мы, вот шоу-бизнес создает из какой-нибудь попсухи суперзвезду, и дальше эту звезду должны верить, что она получает безумные деньги, ездит на безумно дорогих лимузинах, одевается в платье в миллион долларов, потому что иначе ни один идиот не заплатит за фанеру 200 или 500 долларов на стадионе. Понимаете, культурного смысла нет. Огромное количество профессионалов работает впустую. Вот это на самом деле страшно. Об этом пишут уже лет 30, начиная с Бадрияра и других замечательных людей. Не я первый это придумал. И на это на самом деле все чаще указывают те, кто выступает против, потому что лозунг «Мир не на продажу», «Человек, а не прибыль». Эти лозунги сегодня стали лозунгами очень широкого круга людей. И они находят поддержку у самых неожиданных кругов моей, твоей, вашей, нашей с вами России. И учителей. Я на периферии говорю с людьми, они вопреки вот этому ЕГЭ, вопреки всей этой ерунде, все равно занимаются своими детьми за небольшую заработную плату в каких-то малых городах. Я говорил об этом с врачами, которые, да, они берут взятку, кать, яйцами или курицей, но, извините, они в основном работают на людей. Есть независимые профсоюзы, которые все время создаются и которые гнобят. Даже фильм вышел за Маркса, как организацию независимого, независимым профсоюзом за бастовки. Но, при всем при том, мы видим ситуацию, когда из кризиса, в общем-то, мирового кризиса, не вышли, я не хочу говорить слово «вышли», потому что я не считаю, что вышли. Выползли. Даже не выползли, притушили в эту волну, а, в общем-то, достаточными традиционными способами, которые вполне укладываются в либеральные рамки. Нет, вот, извините, на секунду прерву. На самом деле, из кризиса выползли, или там находятся в состоянии полудепрессии в большинстве стран, за счет того, что использовали огромные государственные ресурсы. Но эти ресурсы можно было взять за счет снятия вот этого навеса симулякров и сверхсостояния миллиардных, а можно было за счет долгов. Отнять у тех, у кого власть не захотели, влезли в долги. И сегодня говорят, либо государство и долги, либо без государства. Уважаемые друзья, нет. Либо государство, и тогда надо делиться, либо без государства и без долгов, но тогда огромная социальная поляризация, и тогда пылающие кварталы в столицах европейских государств, огромное напряжение в Москве и в наших других крупных городах. Второй вопрос. Во-первых, вылезли все-таки, вылезали действительно, не тронув власть имущих и деньги имущих. Это значит все-таки традиционными либеральными способами. Вот понимаете, парадокс. Нелиберальные методы используют для сохранения власти либералов. Хорошо. А второе, вы говорите о пылающих кварталах. Вы знаете, я как человек, так же как и вы, склонный к левым в основном идеям, может быть, рад был бы увидеть пылающие кварталы. Я бы не рад был до этого доводить. Но я бы с удовлетворением понял. ДОВЕЛИ, да? То есть как бы мы оказались правы. Но где мы эти пылающие кварталы видим практически нигде. Вся эти окупай и Уолл-стрит, я уж не буду говорить о наших окупай и Абай, посидели, разошлись. В России оппозиционную, условно назвать это оппозиция, даже язык не повернется. Вот мы с Борисом Кагарлицким на днях, нашим общим товарищем, говорили на эту тему в этой же студии. Ну, оппозиции это назвать смешно. Но, тем не менее, да? В Турции, я уверен, да, вот тоже сейчас так всколыхнулось сердце, думаю, неужели наконец турки покажут, что бывают, ежели довести не до добра так очень быстро, эффективно поднялись. Но опять-таки все скатывается на нет. Нету силы протеста, то есть мысли в обществе броют, говорят, да, конечно, капитализм это нехорошо, не либерализм это не очень хорошо. Но буйных малого вожаков нету, борьбы за свои права, как таковой, нету. А это значит, что мысль может быть и мертва? Ну... Хорошо. Значит, почему нет? Ну, во-первых, мысль убить нельзя, это был знаменитый, как сказать, тезис из известного фильма, да, но он, к сожалению, или к счастью, прав. Я все-таки о другом, о том, что очень часто дистанция между вот этим тупиком и взрывом велика. Инерция социальной материи очень сильна. И эта инерция сегодня присутствует. В России мы находимся в состоянии тучных лет. На самом деле, продолжается благоприятная сырьевая конъюнктура. Это уже банальность, давно надоевшая, но она от этого не превращается в ерунду. То есть, понимаете, все равно остаются очень большие ресурсы. Во-вторых, люди поняли, как выживать. Вот развитие не идет. А когда не идет развитие, формируется оппозиция, в основном, интеллектуальная, как ни странно. Но эта интеллектуальная оппозиция создает предпосылки для радикальной смены системы. Можно по-разному относиться к революциям 17-го года, но без того, чтобы 20 лет интеллигенция не говорила, ребята, так дальше жить нельзя, нужна другая общественная система, этой революции бы не было. Можно по-разному относиться к тому, что произошло в 91-м году, но если бы до этого 5-7 лет не говорили сначала диссиденты, а потом, как сказать, едва ли не все на всех кухнях, о том, что дальше это нельзя, я думаю, этого 91-го года бы тоже не было, хотя были объективные предпосылки влияния Запада и все остальное. Поэтому не так все просто. И то, что на протяжении последних лет постоянно где-то взрывается, то в абсолютно тихом курортном Египте, к которому все привыкли как к краю на земле, понимаете? Ну, господи, ну, Александр, ну какой тихий курортный Египет? Понимаете? Я же не про вас и не про себя говорю, а про то, как его воспринимал мир, да? Я понимаю, да взрывается-то там, где и должно взорваться. В конце концов, понимаете, я, я, будучи противником того, что произошло во время арабской весны, особенно в Ливии, да, не могу не отдавать себе отчет, да, что при всем при том, что в Ливии там в последние годы был сделан значительный социальный прогресс, а в Ливии действительно было достигнуто там бесплатное образование, бесплатная медицина. Тем не менее, полковник Каддафи, царство ему невестное, умудрился довести таки страну до такого состояния, что не могло не взорваться. А вот когда взорвалось, к власти уже приходят совсем не те интеллектуалы. Игорь, это один из парадоксов. Понимаете, почему я, будучи, говорить, по душе революционером, то есть сторонником качественных изменений в обществе, всегда говорю, что нужны последовательные реформы, потому что в результате перезревших предпосылок революции, несовершенных вовремя изменений, к власти приходят не революционеры, а реакционеры в конечном итоге. Происходит реакционный взрыв. То есть, если вовремя не происходят прогрессивные реформы, не происходит движение вперед, и политическое, и идейное, и экономическое, и социальное, если этого не делаешь, в конечном итоге приходят к власти реакционные силы. И это не абстрактные слова, потому что вот когда вместо борьбы за социальные цели, или там бесплатное образование, или прогресс культуры, идет исламизация, и выступают за полуфеодальные порядки, альтернативные силы, и в Египте, и в Париже, и в Ливии, и практически во всех странах. И в Сирии мы видим. И в Сирии такая же история. Сценарий абсолютно один и тот же. Понимаете, то есть, поскольку изо всех сил давят социальные, даже не социалистические, социальные, гуманистические и экологические инициативы, в качестве альтернативы вызревает полуфеодальная или просто феодальная диктаторская вооруженная масса, которая дальше так жить не хочет. Вот это трагедия, на самом деле, и поэтому я всячески борюсь за вот этот самый пресловутый социальный прогресс и говорю об этом постоянно. И надеюсь, что в этом направлении все-таки будет идти. За социальным прогрессом все-таки должны стоять некие экономические реформы, то есть на социальный прогресс в конце концов нужны деньги. Вот о деньгах на социальный прогресс, это, наверное, сейчас у нас будет очередной перерыв. Давайте после выпуска поговорим. Это моя любимая тема. Деньги на социальный прогресс. Деньги на социальный прогресс. Мы об этом действительно поговорим после выпуска новостей. У нас буквально еще несколько секунд осталось, поэтому я бы еще хотел, чтобы мы после выпуска новостей обсудили вопрос, сколько у нас есть времени на эти реформы и что же будет, ежели государство сейчас не пойдет на эти реформы. Да, на самом деле, это принципиально важный вопрос. И я бы еще обратился к радиослушателям. Не бойтесь говорить то, что вы думаете. Я это буду повторять постоянно. Ну, об этом после выпуска новостей, как вы справедливо заметили, буквально через минуту. Вернемся в студию. Ну, все, возвращаемся в студию, где мы с Александром Бузгалином спорим о судьбах, как это называется, не мировой революции, да, крахе неолиберализма и капитализма в одной отдельно взятой стране. И, ежели вы хотите последовать призыву Александра и не бояться сказать то, что думаете 65, 10, 99, 6, код города 495, ну, либо пишите на строится финнам.фм. Продолжим. Итак, где взять деньги на социальные инициативы, сколько времени у нас есть и как бы нам не довести страну до того, чтобы, ну, я не думаю, что в России власть при революции захватят исламисты, но что-нибудь малоприятное для мыслящей людей. Понимаете, у нас, да, есть фундаментализм не только исламский, есть очень много сторонников твердой руки. Я, прежде чем говорить о деньгах, позволь себе маленький, очень важный такой политический, не знаю, сюжет, очень короткий. Дело в том, что со многими либералами я лично нахожусь по одну сторону баррикад в вопросах демократии и прав человека. Но когда они говорят, что единственное условие для демократии и прав человека это частная собственность и отсутствие государственных воздействий на экономику, вот тут я с ними категорически расхожусь, потому что, на мой взгляд, ситуация обратная. Частная собственность, как правило, ведет к чудовищному расслоению и подрыву всех основ демократии. Просто для меня это было важно сказать, чтобы не было разногласий. Теперь о деньгах, которые надо откуда-то взять. Ну, давайте начнем с того, что в любой стране огромное количество благ производится впустую. То есть существует огромная посредническая деятельность, трансакционные издержки в экономике равны издержкам производства, то есть все, что вертится посередине между производителями и потребителями, это примерно столько же, сколько тратится на производство. Вот этот сектор, который... Ну, это еще и новые рабочие места, тем не менее. Вот одну секунду насчет рабочих мест, чуть позже. Значит, вот этот сектор я для простоты назвал бесполезным. Сначала, так сказать, умно-привратным, потом бесполезным. Сектор, в котором производятся никому не нужные вещи, вот эти самые симулякры. Значит, все говорят, что если мы его сократим, то тогда мы лишимся рабочих мест. Это неправда. Мы планомерно и постепенно будем создавать альтернативные рабочие места, и человек, который занимался финансовыми спекуляциями, может прекрасно заняться за те же самые деньги воспитанием детей, лечением больных, решением проблем экологической и социальной грязи, потому что у нас огромное количество экологической и социальной грязи, и производством полезных продуктов. Вот это перераспределение на самом деле существенно изменит экономическую ситуацию. Но это абстрактно, откуда взять деньги. Это не конкретное решение. Конкретное решение для сегодняшнего дня, я вернусь к тем же самым документам Московского экономического форума, на сайте прописаны довольно конкретные рекомендации, начиная с того, что в России государство перераспределяет примерно 35% валового продукта, она вполне может перераспределять 50%, как это делается в Скандинавии, и за этот счет можно радикально увеличить расходы на образование, здравоохранение, культуру и решение других социальных вопросов. Но в этом случае, безусловно, придется очень сильно поделиться, поскольку Россия занимает третье место по числу олигархов, и этими личными состояниями придется поделиться. Но мы еще занимаем одно из не самых последних мест в мире по навыкам пележа бюджета. То есть, как только мы выделяем бюджетные деньги на... Так, подожди, давайте разделим две вещи. Первое, где взять деньги, а второе, как сделать так, чтобы они дошли до нужного адресата. Хорошо? Не только дошли до нужного, тут еще один возникает вопрос, да? Мы с вами неоднократно говорили, что в государстве отсутствует полностью стратегическое мышление и понимание... Значит, вот сначала про деньги, да? Да. Раз уж я экономист, то давайте про это. Значит, первое, второе, на самом деле, пресловутая, самая рента природная. Третье, снижение посреднической деятельности, то, что я уже сказал. Четвертое, концентрация ресурсов на ключевых программах. У нас огромное количество денег уходит в мелочи, в пустоту и так далее. Если мы концентрируемся на программах и делаем систему косвенного регулирования так называемой индустриальной политики, нацеленной на приоритетное развитие ключевых отраслей, где налоги низкие, кредиты дешевые, инвестиции от государства идут хорошие, институциональные условия прекрасные, а в других отраслях, где вы вырубаете лес или производите грязную продукцию или делаете эти самые симулякры, у вас налоги высокие, кредит вам никто государственной поддержки не дает, государство ничего туда не инвестирует, инвестиционной и институциональной поддержки нет. Вот концентрация ресурсов, если попросту. Теперь как сделать так, чтобы дошло до адресата и потом было использовано на дело, а не на очередные взятки, коррупцию и откаты и все остальное прочее. Вот здесь мы переходим в сферу политики, и вот здесь, как ни странно, идеи демократии оказываются абсолютно востребованы. Если под демократией понимать власть народа, а не абстрактную многопартийность и некоторый набор других клишеек из западных средств массовой информации или от наших либеральных политиков. Вот дальше встает вопрос, как сделать так, чтобы гражданин включался в управление, как сделать так, чтобы политика была прозрачной, как сделать так, чтобы чиновник был реально подконтролен гражданам. Решение есть, механизмы есть, на самом деле, никакой тайны здесь не происходит. Но только в данном конкретном случае они не работают. Они не реализуются, они не внедряются, и они не работают, потому что вразь принадлежит тем, кому эти механизмы мешают. Александр, а тут вот сразу несколько радиослушателей решили откликнуться на ваш призыв. Давайте их послушаем. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, я хотел бы, с одной стороны, поддержать предыдущего, который правильно заявил про симулякры, про вредность чистой либеральной политики. Это скорее гость заявил. Ну, мы вместе заявили. Ну, да, вы, в принципе, по-моему, оба поддерживаете эту идею. Значит, ну, хотел бы, с другой стороны, подчеркнуть, что есть еще очень важное... Сейчас, секундочку, я тут у меня... У вас, видимо, навигатор. Да, сейчас, сейчас я его выключу. Секундочку. В общем, с моей точки зрения, еще очень важный момент, это экономика распила. То есть, с одной стороны, у нас вроде как огромный государственный сектор, который... Ну, реальность, это не государственный сектор, потому что он работает на определенную группу лиц, вот на этих самых там олигархах, чиновников. То есть, деньги выводятся из оборота через вот эти вот гигантские стройки, никому не нужные мосты на острове узкие и так далее. Вот. И с другой стороны, вот, происходит просто колоссальное хищение. Ну, это, в принципе, тоже связано с этим моментом. Поэтому чисто в плоскости либерализм или государственное регулирование наши проблемы не решить. То есть, это такой клубок связанный очень плотно вот из хищения пресловутой либеральной модели, но которая, на самом деле, обслуживает олигархов. Так я об этом, Павел, и говорю, о том, что в рамках нашего государства, данного существующего на настоящий момент, эту проблему действительно не решить. Абсолютно. Спасибо большое, Павел. И тут, кстати, пишет Константин. Игорь, большое вам спасибо за интересного гостя. Но дайте, пожалуйста, четкое определение государства и кто эти люди, которые считают, что они государство. Но тут, по-моему, и вы, и я, и Павел то же самое согласился. Это те сращивание сырьевого капитала с чиновничьим аппаратом. Люди, которые, в общем-то, называя себя государством, являются просто теми же самыми олигархами. Ну, да, я не буду сейчас уходить в тонкости философствования и политэкономических определений. Я соглашусь с этой позицией. Более того, я хотел бы поддержать вот последний звонок. Понимаете, в России соединены худшие черты либерализма и, как сказать, авторитарно-бюрократической системы. У нас такая негативная конвергенция произошла. В экономике у нас нет социально ориентированного регулирования, программирования, как сказать, индустриальной политики, приоритета, действительно, общественного сектора. Имея в виду под этим образование и так далее, а не бюрократию. С другой стороны, и это либеральное. С другой стороны, у нас действительно огромное количество бюрократических структур, которые распоряжаются ресурсами и ключевыми ресурсами страны в интересах не общества, а самих себя. То есть у нас и у рынка провалы, и у государства провалы. Вот вопрос в данном случае, как менять эту систему. Предлагается два варианта решений. Экономический либерализм. Ну, тот же самый Гуриев, который там сейчас будет жить где-нибудь на Западе, может быть, все-таки вернется в нашу страну. Давайте вообще сломаем любое государственное регулирование, откажемся от него, свободный рынок решит все проблемы. Свободный рынок в России, знаете, вот один из британских экономистов сказал, говорит, свободный рынок в России, да и не только в России, указывает невидимая рука рынка, указывает не в ту сторону, да? Вот она указывает все время в сторону тех, кто уже паразитирует. Мы пытались создать свободный рынок, в результате вырастили олигархов, которые создали для себя подходящий государственный бюрократический аппарат. Если мы опять все сломаем, опять вырастет то же самое на том же самом месте. Поэтому нужно не отказываться от государства регулирования, а менять механизм регулирования. На место группы чиновников, сращенные с олигархами, ставить общественные структуры. Это звучит красиво, сделать это очень трудно. Но учитывая, что эти структуры будут оказывать сопротивление, то есть какой же, извините меня, неумный человек, я все сейчас пытаюсь в рамках ввести новых законов, контроля СМИ и не говорить плохих слов в эфире, какой же человек добровольно откажется от того, что он сейчас имеет. Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист за лишний процент прибыли, говорил наш вождь и учитель товарищ Маркс. На самом деле, я позволю себе, Кэть, внести маленький такой нюансик. Вождь и товарищ Маркс это заимствовал профсоюзного деятеля, на что он сам и указал. Это важно, кстати, что говорил профсоюзный деятель, а не какой-то абстрактный марксистский теоретик и даже сам Маркс. Но дело не в этом, потому что все сейчас вожди во всем мире, которые боятся резкого изменения ситуации, вне самых демократических государствах, скажем так. Хотя, кстати, демократические, условно-демократические государства стоят, на мой взгляд, на уровне, на грани тоже коллапса экономического. Но я с трудом представляю, что там Франсуа Алан боялся за свою жизнь и что и в конце концов революция во Франции поглотит и его. А вот мы вполне рискуем себе повторить, не дай бог, судьбу арабской весны, где мягкий вариант это суд, как это с Мубараком происходит, а жесткий вариант мы видели в Ливии. Поэтому нам бы не хотелось до этого доводить, но сами добровольно я не вижу ни у государства стремления проводить реформы, которые мы считаем необходимы проводить. Кстати, вполне возможно и либеральные реформы, речь не только о частной собственности говорит, но хотя бы о стратегическом видении, о том, что нам нужна собственная промышленность, которая была убита, нам нужны определенные отрасли экономики. Мы многие годы ставили так же, как и Ливия свое государство в положение, когда мы сами ничего не производили. Я практически полностью с вами согласен и к сожалению ситуация действительно очень напряженная, хотя этого не видно. Вот сегодня огромное количество людей говорит в самых разных формах о том, что им все это не нравится, но при этом они вроде бы не готовы ничего делать. Но в какой-то момент вот этот кипящий кастрюль из латентного состояния переходит в открытые происходит то, что произошло в арабских странах, где казалось бы никакого социального взрыва быть не могло. Вот накануне буквально арабской весны большинство экспертов говорило, что ничего не может быть. Накануне Майдана круглый стол экспертов в Украине, где я был и присутствовал на этом круглом столе, с пессимизмом говорили, никогда ничего в нашей стране не произойдет. Понимаете, когда очень долго оттягиваются необходимые реформы, я про это говорю, когда вы не хотите делиться, когда вы не хотите понимать, что надо менять стратегию, когда вы не хотите понять, что надо сохранить часть своего состояния, для того, чтобы не потерять все и, возможно, жизнь, в этих условиях происходит взрыв, и взрыв приводит к власти не тех, кто говорит о социальном регулировании, низовой демократии, о приоритете образования, науки и реального сектора, а те, кто будет говорить о российском... Говорить уже не будет. То есть не говорить, а делать, да, так сказать, для того, чтобы закручивать гайки и просто перераспределять опять рентные доходы в свою пользу под другими лозунгами. Вы знаете, проблема только в том, что те люди, которые реально готовы, назовем это так, к каким-то действиям, не дай бог готовы к действиям, могут быть готовы к действиям, то есть те, кто выйдут на улицы по-серьезному, они не находятся в том состоянии, в котором у них нет отчаяния, у них нет революционной ситуации, нет. И верхи еще могут, и низы еще хотят, точнее наоборот. Понимаете, в чем проблема? Вот когда меня спрашивали пару лет назад, ну чуть меньше, там чуть больше, о том, что происходит в стране, накануне вот этих массовых выступлений на Болотной площади, я постоянно говорил, люди оскорблены существующей системой, и поэтому не голодные люди могут выйти на улицу. Мне говорили, никогда такого не может быть, потому что не может быть никогда. Когда вышли, опять-таки, очень разные люди. Как вышли, так и зашли. Одну секунду. Да, как вышли, так и зашли. После выпуска, вот не потеряйте мысль, буквально через минуту вернемся. Хорошо. Ну что ж, мы возвращаемся в студию, напомню, в гостях у меня Александр Бузгалин, я Игорь Виттель, телефон студии 6510996, код города 495, звоните, если не боитесь сказать правду, как говорит Александр. Александр, и тут, вот, довершайте, я бы говорю, как вышли, так и зашли. Я просто хотел, что маленькую, простите, ремарку еще сделать. Ведь, та грань, о которой мы говорим, потому что мы сегодня как-то все к России свели, да, очень мало говорили о международном опыте, но вот я реально видел своими глазами, как на улице Барселоны выходит миллион, ну, почти миллион, да, это идут люди, да, ну, там были скорее националистические, сепаратистские, скажем так, возникли. Я видел, как в Мадриде выходили люди именно против того, о чем мы с вами сегодня говорим. Тоже под миллион. Профсоюзы выходили со знаменами, с барабанами, кричали нет мера мастерити, то есть срезания у всех, это, да, нет европейской бюрократии, долой Меркель, Меркель с фашистскими гитлеровскими усами рисовали. И че? В Испании, где на секундочку, безработица среди молодежи 50%, где общая безработица уже перевалилась за 25%. Там при таких же примерно условиях, если мы помним, в 1933 году в Германии пришел к власти уже настоящий фашист. Игорь, понимаете, если бы демонстрация даже миллионная могла сменить экономический, социальный, политический курс, то мы бы жили в мире, где курс меняется каждые 2-3 месяца во всех странах сразу. Все делается сложно, долго, медленно, противоречиво и нелинейно, если говорить научно, если говорить более содержательно. Я тоже был ни раз и ни два за рубежом в Европе и в Париж. И прежде чем к власти там пришли социалисты, прошли десятки демонстраций с миллионами человек, европейские социальные форумы, марши безработных, марши женщин и так далее и тому подобное. В конце концов социалисты победили. Победили и на президентских, и на парламентских выборах, а сейчас предлагают достаточно... Только немножко не те социалисты пришли. Не те, но какие-то пришли. Игорь, подожди. Хорошо, пожалуйста. Нет, давайте мы все-таки продолжим. Некие шаги в сторону социальных реформ прошли, некоторые шаги в сторону прогрессивного подоходного налога прошли, некоторые шаги в сторону поддержки образования и так далее прошли. Это раз. Еще раз, постепенно, не сразу получается и не всегда. Да, вот такая жизнь. Надо долго-долго бороться и может быть получится, а может быть нет. Но если не будешь бороться, точно ничего не получится. Теперь возвращаясь к России. Как вышли, так и зашли. Да, совершенно верно. Зашли по двум причинам. Одна из них, и это камень в огород либерализма, чтобы вернуться к нашей сегодняшней теме, то, что в значительной степени идейное и административное лидерство в этом движении, движение тех, кто выходил на улицы, захватили те, кто говорил давайте назад к 90-м, давайте назад к свободному рынку. Люди туда не хотят. И так называемый средний класс. И те, кто живет действительно посередине учителя, врачей, рабочей и так далее. Они хотят общественное государственное регулирование, они хотят общественное здравоохранение, они хотят общественное образование, они хотят действительную демократию, которая им даст какие-то права. Но они отнюдь не хотят абстрактную демократию, которая вернет их в 90-е годы. Поэтому выход закончился ничем. И это нормально, и это правильно. Я абсолютно уверен, что вы меня, извините, что на улицы выходили люди, которым все перечисленное вами сейчас. Практически, извините, изображение по барабану. Вот у них было два лозунга Путин уходи и Чуров верни честные выборы. Ежели бы назначили перевыборы, которые пусть может быть и поддерживали социальные идеи. Но это большой спор, я не хочу к нему уходить. Я хотел бы подчеркнуть другое. То, что сегодня мы говорим о возможности изменить в нашей стране в рамках Конституции и не совершая революции. То есть мы с вами как раз говорим о том, как сделать так, чтобы не было взрыва, не было революции, в результате которой победят контрреволюционеры, в результате которой придут власти абсолютно консервативные реакционные силы. Вот об этом мы говорим. Извините, нормальными демократическими конституционными мерами к власти приходил Альенде в Чили, хотя там была не самая лучшая ситуация, а потом его антиконституционно либералы расстреляли вместе со всеми остальными. Я бы Пиночета либералом-то не назвал. С экономической точки зрения он был либерал. С экономической точки зрения. Его не случайно кстати сегодня публикуют в не будем говорить в каких газетах очень известные либеральные деятели России хвалебные статьи на который стрелял только там несколько десятков тысяч человек. А отнюдь не так. Можем вполне сказать. Да, ну вот я против Литвиновой выступал не раз и готов на спор в любом прямом эфире сколько угодно с цифрами и фактами в руках. Вот понимаете из-за того, что за демократию начинают бороться люди, которые при этом хвалят Пиночета здоровый какой-то спиной мозг и нормальный головной мозг наших с вами сограждан он говорит не пойдем мы больше на эту демонстрацию а вот на демонстрацию на которой бы удалось действительно собрать людей выступающих за эти социальные меры я думаю было бы много и сегодня большинство за них сегодня выступает если власть прислушается к этому общественному мнению поймет что надо отказываться от ЕГЭ создавать общественное образование да вот маленькая деталь поймет что надо менять систему распределения бюджета где на содержание госаппарата идет больше чем на те же самые социальные нужды я имею ввиду динамику не абсолютную долю динамику это понять ну послушайте власть на протяжении последних 20 лет ну хорошо последние 10 лет там Игорь власть может заставить понять только реально общественное действие поэтому я не боюсь говорить моим согражданам что уважаемые сограждане давайте а говорить и б участвовать в санкционированных хотя бы разрешенных демократических шагах согласен но только я считаю что и это не поможет потому что власть она добровольна пока не станет плохо власти самой а власть уже прекрасно понимает что вот ежели сейчас в экономике хотя бы что-то не изменить сейчас не буду про общественные институты говорить в экономике сколько лет наша власть нам пора отказываться от сырьевой модели экономики скажите пожалуйста Александр за все эти годы на ваш взгляд было сделано что-нибудь чтобы произошел отказ от сырьевой модели реально нет маленькие косметические меры какие-то программы на уровне процентов от ВВП а не там 20-30 процентов от ВВП предпринимались почти все зашли в тупик власть прекрасно понимает что при изменении глобальной экономической конъюнктуры да при очередном витке кризиса энергетической конъюнктуры а мы видим сейчас сразу несколько факторов которые если сработают одновременно то будет то самое слово которое нам как раз сейчас прислал наш радиослушатель говоря о российской власти да власть начинает это понимать но когда вы говорите о французах социалисты пришли к власти тогда когда экономика Франции уже находится в том состоянии что чтобы сейчас социалисты не делали к сожалению эту страну будет закапывать еще глубже потому что к сожалению проводить социальные реформы в тот момент когда экономика загнана опять-таки очень глубоко не будем называть это слово очень трудно очень трудно на грани невозможного социалисты только дозакопают Францию и более того еще раз поставят пятно название социалиста потому что скажут ну что смотрите ребята вот социалисты как там Маргарет Тэтчер говорила социалисты легко тратят деньги которые заработали не они а вот в ситуации когда они заработали деньги а все практически пролюбили мягко говоря тут еще приходят социалисты и пытаются дотратить и загнать страну в долг но я думаю что есть альтернатива в том числе для социалистов я еще раз говорю не за счет долгов решать социальные задачи для этого есть экономические механизмы о которых мы с вами говорили в предыдущей части в России да и вот сейчас возможно есть в России есть на самом деле во Франции есть эти механизмы если там пойдут все-таки по пути серьезных программ вот этого пресловутого государства частного партнерства чем они занимаются у них довольно много есть разумных механизмов которые позволят выйти из этого тупика но они должны быть жесткими и последовательными вот хватит ли у них пороха поскольку это не те социалисты и те жесткие и последовательные не знаю если они опять испугаются того что надо наступать на чьи-то интересы и наступать всерьез то они действительно опозорят левую идею в очередной раз быстро послушаем нашего радиоуслушателя Игорь Игорь здравствуйте коротко если можно коротко ну я хочу вам Игорь сказать что вот допустим мы как выходили так и будем выходить потому что я в 90-х уже на Кавказе напился крови пить ее снова не хочу хотя вилы наточены спасибо у некоторых видите уже наточены вилы здравствуйте еще один еще один для слушателей у нас же не сегодня многие не боятся слушаю вас алё здравствуйте здравствуйте Сергей мне зовут очень приятно Сергей ну у меня вопрос такой все-таки чем это все кончится всемирным саморазложением или всемирной революцией спасибо отвечает Александр Дружский я думаю что в любом случае всемирная революция это не будет всемирный штурм зимних дворцов во всех странах мира я думаю что на самом деле кончится должно качественным изменением экономической социальной политической системы потому что существующая модель мирового экономического и политического порядка действительно зашла в тупик вот на этом я хотел бы настоять как быстро это произойдет насколько последовательно это очень конкретный политический вопрос иногда необходимые меры человечество ждет очень долго извините даже капитализму человечества шло 500 лет где-то в 16 веке а где-то в 21 никак не могут это сделать так же и к посткапитализму можно идти долго вот чем активнее и последовательнее и содержательнее мы будем работать тем быстрее будет этот переход я все-таки думаю что прежде чем мы перейдем к этому разрушению социального перестройки социального уклада хотя с словом мы это и не любим мне кажется что все-таки нашему государству стоит делать экономические реформы возможно даже в рамках существующей отчасти либеральной модели диверсификацию хотя бы хотя бы вот посмотрите что происходит в Дагестане да страна точнее республика часть России у которой все возможности были в внутренней экономике хотя бы в собственном регионе не быть регионом который приходится кормить однако мы видим чудовищное разложение чудовищную коррупцию мы видим то что происходит сейчас это мы видим как это может закончиться это еще не закончилось Дагестан это мини-модель вот я хотел бы заранее проанонсирую завтра об этом надеюсь будем говорить как вот из этой ситуации выходить перешло перешло понимаете на самом деле возможности реформирования российской экономики существуют это смена одной модели рынка и капитализма на другую модель рынка и капитализма пока у нас есть возможность реформирования рынка и капитализма в лучшую сторону это не решит всех проблем но это смягчит ситуацию это позволит нам искать пути для дальнейшего прогресса и уйти из того тупика в котором мы сейчас находимся хотя бы на какое-то время да вот такая возможность сейчас есть но скоро она будет исчерпана и то что происходит сегодня в отдельных регионах где такая карикатура на российскую систему в целом может произойти и в стране в целом и еще одна ремарка на самом деле Россия это карикатура на мировую экономику у нас все очень рельефно и жестко но в мировой экономике тоже есть и коррупция и вот этот превратный никому не нужный бессмысленный сектор и паразитирование на ресурсах человечества и все остальное в этом смысле на Россию надо посмотреть и понять что вот такие вещи делать не надо у нас есть чему учиться но не тому что делает наше правительство ну я с вами в данном случае абсолютно согласен это в очередной раз указывает что мы с вами находимся по одну сторону баррикад ну а передача тут конец прям по фукуями ну и слова этого не буду говорить мы с вами прощаемся напомню что в студии у нас был Александр Бузгарин доктор Кремсикна профессор МКУ главный редактор журнала Альтернатива я Игорь Виттель услышимся завтра в то же время и скорее всего что завтра будем говорить о Дагестане и ситуации в нем всего доброго